МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости седьмого канала. Говорим о самых главных и интересных событиях этого дня в студии Андрей Носков. Маршрутка в огне. Сгоревший автобус ранее эксплуатировался перевозчиком на маршруте номер 160 Красноярск-Сосновой Больск. Она вспыхнула и выгорела за минуты, как в ней оказались пассажиры, хотя официально автобус был пуст. Маржи все видят. Обычно вода где-то вот здесь. Сейчас она на полтора метра где-то отошла. Куда ушла вода из Енисея, обнажив маяк, и грозит ли это чем-то страшным городу? Хоть волком вой. Кто обрек маломутов на заточение в чистом поле и почему ему кажется, что год в клетке – это нормально? Это триумф, господа. Это концептуальная разработка. Безусловно, она требует и общения, и размышлений экспертного сообщества. Арка на площади БКЗ наконец перестанет быть картонной. А еще там появится новый памятник. Автобус вспыхнул, как спичка на партизана-железняка. Произошло это около полудня, но быстро прибывшим пожарным пришлось дотушивать уже металлический каркас. Огонь уничтожил маршрутку буквально за минуты. Есть информация, что в ней ехали шесть пассажиров. Одна из них рассказала «Седьмому каналу», что их быстро высадили на остановке «Октябрьская», когда начались проблемы. Хотя сначала водитель их проигнорировал. На татощи вышла одна женщина, и водителю в окно показывало, что что-то впереди, что-то у него не так. Она ему говорила, показывала жестами, «Выйди, выйди, посмотри». Он махнул рукой, поехал дальше. Ну вот в итоге, проехав мост, мы поняли, что начало дымить сильно. Мы уже кричали ему, что остановитесь. Прибывший на место коллега водителя подтверждает, тому не хватило реакции. После пережитого стресса водитель, шатаясь, вышел из машины и, судя по кадрам, снятым очевидцами, его стошнило. Однако медицинская помощь не потребовалась из всех пострадавших в пожаре, только куртка водителя. Также он добавил, что автобус принадлежит частному предприятию. Его не так давно приобрели и даже не успели снять соответствующие таблички с номером маршрута. Какое-то время машина простояла в гараже, и сегодня ей решили устроить тест-драйв, который она, как мы видим, не прошла. А мужчина, правда, уверяет, что посторонних людей в салоне не было. Такая же информация и в Министерстве транспорта. Там рассказали, что автобус действительно продали, он был в самом деле неисправен. Судя по всему, в истории остались темные пятна, с которыми предстоит разобраться. А вот предварительная причина пожара уже названа. Это короткое замыкание. Отмечу, что сгоревший автобус ранее эксплуатировался перевозчиком на маршруте номер 160 Красноярск-Сосновоборск. Однако на данном маршруте транспортное средство в данный момент не используется. В момент возгорания транспортное средство двигалось в гараж без пассажиров. От сгоревшей маршрутки свободнее на дорогах не станет, но сегодня было чуть полегче. Ровно на один балл. Утром город снова сковали пробки, а дорожные сервисы пестрели гневными репликами горожан. Но, судя по всему, теперь в этих реалиях нам предстоит жить до конца зимы. Между тем, мэрия в 7 утра отсчиталась, что дорожники вовсю чистят улицы и показала колонны техники на разных участках города. Они прошлись по главным магистралям, собрали снег с проезжей части и обочины, чтобы к часу пик все было убрано. Заодно власти обратились к водителям и попросили не делать так, как этот водитель. Не хватало нам еще аварий со снегоуборочными машинами. И в продолжении темы. Мы долго ждали окончания сезона дорожного ремонта и с грехом пополам дождались. Но проблемы на проезжей части, тротуарах и выездах со дворов все еще остаются. Да и асфальт кое-где еще кладут, несмотря на выпавший снег. На все это жалуетесь вы, наши телезрители. Сегодня по проблемным местам проехалась наша съемочная группа. Работа по ремонту теплосетей в переулке Ботаническом идет полным ходом. То, что на улице минусовые температуры и уже лежит снег, никак не смущает рабочих. В одном месте здесь трубы варят, в другом заматывают утеплителем, а в третьем уже закапывают. По поводу окончания ремонта в переулке Ботаническом зрители задавали нам вопрос еще в конце октября. Тогда в пресс-службе СГК нам ответили, что планируют завершить здесь все к 11 числу. Но сегодня работы здесь еще кипят, а на информационном стенде дата окончания работ замазана. И написано уже новое. 31 ноября этого года. Только вот такой даты в календаре не существует. И остается догадываться, это просто техническая ошибка или попытка энергетиков раздвинуть пространство и время. Затяжные работы доставляют неудобства местным жителям. Техника занимает часть дороги, а тротуары перекопаны. К тому же все перегорожено заборами. Кто-то упирается в них, выходя из подъезда, а кто-то переходя дорогу. Но люди относятся к этому с пониманием. Ой, ну это уже давно делается. Там еще с того года по северо-западному. Конечно бы нам... Вот понимаете, нам бы хотелось конечно все побыстрее. Ну а что от нас изменится? Вот что? Ну делают это надо. Это ремонт дороги идет, трубы. Перекопанных мест в городе все еще много. Но даже там, где трубы уже поменяли, вопросы у людей остаются. А это уже улица Павлова. Здесь ремонт теплосетей завершен, все закопано и даже лежит новый асфальт. Все вроде бы хорошо, но есть проблема. После себя рабочие оставили огромную кучу щебня, которая полностью перегородила людям выезд из двора и лежит здесь уже три недели. Чтобы подъехать к дому, людям приходится делать крюк через несколько дворов или объезжать кучу по тротуару. Но сделать это можно только на высоких машинах. И судя по накату, такой способ используют многие. Делали теплотрассу, высыпали старый асфальт между домами. И не заехать, не выехать со двора сейчас. Это уже продолжается три недели. Большие неудобства. Однако в СГК нам рассказали, что они к этой куче никакого отношения не имеют. Ее привез и высыпал кто-то из местных жителей. Поэтому недовольным нужно обратиться в свою управляющую компанию. А это уже улица Вавилова. На одной полосе здесь лежит снег, а вот на соседней новенький асфальт. Его положили буквально вчера, несмотря на непогоду. Вообще ремонт на этом участке начался еще в июле. И закончить его планировали за один месяц. На то, что именно в день первого снегопада на улице клали асфальт, обратили внимание местные жители. А нам они еще в августе жаловались на отсутствие общественного транспорта. Из-за ремонта теплосетей автобусы ездят по семафорной. Сначала схему движения должны были вернуть к 28 июля. Но потом срок несколько раз продлевали. Из-за этого пенсионеры уже больше трех месяцев не могут доехать до поликлиники. В СГК нам рассказали, что ремонт на Вавилова наконец завершается. И улицу откроют уже на следующей неделе. Энергетики продолжают выполнять программу по обновлению системы теплоснабжения, которую начали в 2020 году. И чтобы обеспечить ее надежность, заданы очень высокие темпы. Они выдерживаются ежегодно. Результаты мы также уже наблюдаем. Зима прошлого года у нас прошла без аварий. В этом году компания СГК обновила и отремонтировала 50 километров теплосетей. Сейчас еще продолжаются работы на улицах Воронова, Аэровокзальной, Калининой и проспекте Свободном. Они завершатся до конца года. Сергей Митрухин, Григорий Горячих, Ульяна Подгоецкая, Седьмой канал. Депутат-строитель похудел на десятки килограммов, чтобы отправиться на СФО. Захар Индежиевский сообщил Седьмому каналу, что это вовсе не попытка уладить проблемы с законом, у него их нет, а патриотический порыв. Почему он возник сейчас, тоже есть ответ. Последние два года, по словам депутата, он живет на два региона Красноярский край и ЛНР. В республике он помогает восстанавливать дома, то есть занимается своей прямой профессиональной деятельностью. Индежиевский владеет строительной компанией. За время, проведенное там, говорит, дозрел морально, чтобы пополнить ряды бойцов, а после занялся своей формой. Но как достиг результата, скромно умалчивает. Минус 33 сантиметра. Уровень воды в Енисей заметно упал всего за сутки. Красноярская ГЭС стала пропускать меньше воды через плотину, а горожане забеспокоились, хватит ли теперь запасов для водозаборов. Тему продолжит Наталья Архипова. Обычно вода вот где-то вот здесь. Сейчас она вот на полтора метра где-то отошла. Среди тех, кто точно замечает, прибавилась воды в Енисеи или наоборот, это Красноярские моржи. Здесь, под коммунальным мостом, за все годы, что они оздоравливаются, уже успели хорошо изучить берег и знают, где для него норма. Вода заметно ушла всего за двое суток и даже догадываются, почему. Это происходит, скорее всего, из-за того, что снега мало, осень относительно недождливая была, поэтому я думаю, что на ГЭС перекрыли и поэтому ушли. Ну и плюс навигация закончилась, поэтому, наверное, по прогнозам стараются, чтобы на следующий год подготовиться. Но на нас это никак не влияет. Енисей не замерзает. Мы купаемся. Енисей действительно обмелел резко. За сутки уровень воды упал на 33 сантиметра. Есть еще место, где красноярцы могут заметить разницу. Еще пару дней назад полюбоваться маяком на острове отдыха можно было только с берега. Ну а подобраться ближе, разве что вплавь. Теперь же вода отошла, освободив нам путь, и можно спокойно, пешком, не промочив ноги, подойти к арт-объекту. Водомерный пост неподалеку показывает 127 сантиметров. При этом средний многолетний уровень 225. От этого показателя мы отдалились два года назад, когда обмеление Енисея стало рекордным за многие десятилетия. И там, где обычно вода, в 2022 можно было гулять по речной гальке. Основные причины – малоснежная зима и сухое лето. И с тех пор вода в постоянном недостатке. В Красноярском водохранилище уровень с прошлого года повысился, но он все еще на 2 метра ниже многолетних наблюдений. Главный же вопрос – что если в какой-то момент Енисей обмелеет так, что его уровня не хватит, чтобы обеспечить водой Красноярск? Краскоме рассказывают, так как это не первое маловодие, уже есть опыт, как водозаборам справляться и в критических ситуациях с низким уровнем воды. Он важен для того, как будут работать скважины, как они будут наполняться, чтобы воды хватило городу. Минимальный сброс, на который они рассчитаны, это 1800 кубометров в секунду. Но на таком уровне, минимальном, они со своей жизнью, наверное, не работали никогда. Минимальный уровень – это 2000 кубометров, а в секунду сейчас у нас 2300. Так что от тишины в кране нас отделяют еще 300 кубометров. Что еще важно, в Краскоме уверяют лабораторные исследования, подтверждают, что вода сейчас соответствует всем санитарным нормам. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал. Триумфальную арку в центре города планируют перестроить. А рядом возвести новый памятник. Это не все планы по изменению облика этой части Красноярска. Там могут еще и музей поставить. Почему решили взяться за одну из знаковых частей города и как она будет выглядеть? Александра Овдина поговорила с главным архитектором края и рассмотрела эскизы. Концепция предполагает реконструкцию этой арки. Как с сохранением ее в четырехногом, как мы говорим, в исполнении и трехпролетном или в двухногом и однопролетном. Знакомая всем арка на площади мира больше не будет триумфальной. Концепцию достопримечательности, построенной к предыдущему юбилею города, ему тогда исполнилось 375, полностью поменяют. Рабочее название нового объекта портал в историю. И всем своим видом он будет ее отражать. Каждую сторону опор посвятят историческим событиям. За 400 лет существования Красноярска их накопилось немало. Рядом с элементами разместят QR-коды. По ним можно будет перейти на сайт и прочитать много интересного об истории города. По центру сооружения пустят традиционные символы и герб. Кстати, былые насмешки, мол, арка выглядит как картонная, канут в лету. Архитекторы обещают, она станет вполне монументальной. Кстати, не только она изменит привычный облик площади мира. Примерно через три года вот здесь появится новый монумент. Внешне он будет похож на крепостную башню, а высотой будет примерно 15 метров. Именно этот современный архитектурный объект будет напоминать жителям и гостям города о месте, с которого и началось строительство Красноярска. Памятник возведут в форме шатра, в традиционном для русской архитектуры стиле. На восьми гранях этого монумента будут размещены бронзовые барельефы, а в клеймах, выполненных в стиле 17 века, отразят основные события того времени. Например, выбор места для Красноярского острога, снаряжение в экспедиции, переговоры с местными жителями, этапы строительства острога. Особое внимание уделят военно-историческим событиям, связанным с обороны острога в первые десятилетия его существования. Это концептуальная разработка, безусловно, она требует и общения, и размышлений экспертного сообщества, профессионального сообщества, но и обязательно мнения наших с вами горожан. Поскольку, в первую очередь, мы считаем функции этого мемориального комплекса образовательной функцией. Мы должны через строительство таких объектов воспитывать любовь у молодежи, у наших детей к своей малой родине. Красноярцы по-разному относятся к появлению новых архитектурных объектов в городе, но надеются, что имя, облик города не будет испорчен. Мне кажется, можно место, наверное, получше найти. А чем место это плохое? Просто здесь и так, как будто бы все понаставлено, и, допустим, зимой каток, и тут так памятник будет стоять, как-то я не представляю. Может быть, поставят, будет красиво, симпатично, а так я вот сейчас и не представляю. Здесь очень много и так всяких объектов. Триумфальная арка, есть памятник у нас, и еще один памятник. Я думаю, сильно большое загромождение всякими объектами тоже не есть хорошо. Я думаю, что памятник будет уместен, потому что это дань памяти, с чего начался сам город, плюс здесь арка стоит, поэтому, мне кажется, это будет очень кстати. Кроме реконструкции арки и возведения нового монумента, на площади рядом с БКЗ планируют построить музей археологии. Рабочее название «Красноярский острог». Археологи предполагают, что в культурных слоях вблизи площади Намира сохранились останки крепостных сооружений 17-го столетия. Специалисты надеются найти фрагменты укрепления острога и представить их в будущем музее. В ближайшее время концепция проекта галереи будет направлена в правительство России, и рассмотрена на Оргкомитете по празднованию 400-летия Красноярска. Александра Овдина, Дмитрий Комаров, Новости, Седьмой канал. И еще о юбилее города. Если у вас есть коллекция фото уличных котиков или вы обожаете снимать исторические здания, не надо хранить это в своем мобильнике. Поделитесь кадрами со всем Красноярском. К 400-летию у нас запускают проект «Такой своеобразный цифровой альбом города». Его разработали красноярские ученые, чтобы каждый смог прикоснуться к истории и стать ее частью. На бесплатную платформу Пульс Времени адрес вы видите на экране. Можно выгружать не только фото с раритетами или предметами быта прошлого, но и современные кадры. Кроме того, к публикациям можно добавить интересное описание, отметить место на карте. А другие пользователи смогут оставить свои комментарии. Принимаются любые материалы. Ценность представляет каждая мелочь. Это проект, который сделан людьми и для людей. И мы видим в первую очередь человека, его какие-то чувства, историю. И хотим, чтобы через наши артефакты и через коллекции он, собственно, вот это восприятие своего места, времени, в котором он живет, или жили его родственники, или как-то просто что-то нашел для себя, что ему близко, и он этим мог поделиться. Именно поэтому этот проект называется Пульс Времени. Седьмой канал придает ускорение. К пенсионерке, которая неделю жила с обвалившимся потолком, вслед за следователем пришел подрядчик от управляющей компании. Женщина рассказывает, он оценил масштабы бедствия и в ближайшее время определится с тем, в какую сумму вылится ремонт. После ход управляющей компании она должна выделить деньги и хотя точность срок ремонта также не назван, обещают восстановить потолок в ближайшее время. Мы продолжим приглядывать за Галиной Фирюлиной и за тем, чтобы про нее не забыли. Спасибо, большое спасибо. что подреагировали с вашей помощью и в эти следователи пришли все про это, просмотрели тоже, профотографировали. Очень большое спасибо, что среагировали. Вот надежда только на вас. А я напомню, что вы также можете обратиться в нашу редакцию со своими бедами. Если с чем-то не можете справиться сами, давайте попробуем вместе. Также ждем от вас не обязательно печальные новости. Можете делиться и радостными. Наш номер 29333. И пишите нам ватсап и вайбер, номер на экране, а также присылайте свои истории в чат-бот телеграм-канала. О других новостях коротко расскажем в двух словах. Пьяная компания разнесла подъезд в доме на Мичурино. Камеры зафиксировали все их развлечения. И то, как в лифте давили кнопки разом, и как трясли трофеем, оторванной в кабине табличкой, и как пинали растения. Один горшок, кстати, разбили. Все это делали, не выпуская из рук бутылки. Жители надеются, что вместе с похмельем мужчин посетит и совесть, и они возместят ущерб. Сезон стихийных горок стартовал. Дети каждый день устраивают смертельные забавы на склоне в районе Сверловска и Матросова. Смертельные, потому что внизу шестиполосная дорога, и спуск заканчивается как раз на ней. В прошлом году родители уже бились с опасным хобби своих детишек. Вызывали коммунальщиков с песком, чтобы те засыпали горку. И вот пора вспомнить этот прием снова. Олегу Митвалю отказали в УДО. Городской суд Коломны отклонил его ходатайство. Адвокат сообщил, что он с клиентом сдаваться не собирается и обжалует отказ в апелляционном порядке. Напомню, Олег Митваль обвиняется в краже почти одного миллиарда рублей при проектировании Красноярского метрополитена. Суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы. В этом году осужденного перевели из Красноярского СИЗО в колонию Подмосковья. Синхронное плавание уток сняли в Красноярске. Они одновременно ныряют и абсолютно одинаково перебирают лапками воду. Горожан, заставших птиц за таким досугом, необычное выступление явно порадовало. Пусть оно и длилось всего несколько секунд. В заперти и на Ачибе. Так живет около 30 маламутов под Красноярском. Люди, проезжающие мимо, ужасаются вою, которая разносится от вольеров. Говорят, собаки лишены возможности бегать и вынуждены ютиться в клетушках. Кто с ними так поступил и можно ли изменить их судьбу, выясняла Ксения Гречихина. Это просто невероятный бой. Их было слышно еще с дороги. Вот так сегодня семья маламутов встретила нас. Лай было слышно еще в паре сотен метров от вольеров. И чем ближе к ним были люди, тем громче становился вой. Маламуты прыгали на сетки, вставали на задние лапы и даже вытаскивали голову через дыры в вольере. И практически каждый пес не отказывался от подчесываний за ушком. Особенно малыши. И так они живут уже давно. Жалобный бой песиков заставляет разрываться сердце. В этом месте стоит, наверное, из десяток вольеров. И в каждом из них три, четыре, а то и пять собак. В таких маленьких клетушках животным ютится, конечно, тесно. И такова уж особенность породы, что они любят бегать и поэтому рвутся на волю, бьются от клетки или друг с другом, от чего получают ранение. Ну и просто-напросто животные хотят человеческой ласки и внимания. По предметам вокруг видно, что собаки небесхозные. Тут расчищены дорожки, стоят лопаты, мешки от корма. Да вот только следы на снегу ненедавние, в мешках сено, а миски с водой превратились в лед. Недалеко от вольеров поселение казаков. Они хоть и слышат лохматое соседство, считают это нормальным. Он утром заезжает, вечером заезжает, кормит и ходит. Вечером приезжает, гуляет. Хозяин собаки – директор пятой березовской школы. Собак начал разводить, еще будучи учителем физкультуры. Тогда маломутов запрягали в упряжку и так проводили занятия с детьми. Поднялся в должности и занятия прекратились. А судьба собак стала сидеть в заперти и ждать, когда придет хозяин. На корме тогда с хоть немного побегать. Сам он говорит, что навещает пушистое хозяйство раз в день и такую жизнь для них считает нормальной. И уж точно никому не хочет отдавать своих песиков. Их считает родными, ведь Ченков выкармливал с ложки. Но объясняет, что это животные и не стоит приравнивать их к людям. Я не считаю, что тот вариант содержания, который у меня, он критичен и катастрофичен для собак. Да, я понимаю, как я уже сказал, что им уделяется не столько времени, сколько даже я бы хотел. Ну, в свете своей занятости. Но практически все свое свободное время провожу там. Возь собак он объясняет тем, что это такая порода, волчья. И по природе у них такой звонкий голос. А на вольеры они прыгают просто потому, что любят людей и рады их видеть. Это подтверждают и зооинспекторы. Говорят, что в подобных вольерах собаки живут у заводчиков, в приютах и других частных владельцев. Вообще не все выпускают своих собак гулять. Да, конечно же, это ездовая порода собак. Они нуждаются в выгуле. Но мы не можем знать, как часто они действительно гуляют, какие у них есть ли, вообще есть ли у них нагрузки. Здесь, опять же, нужно разговаривать непосредственно с владельцем и понимать, должен ли уход у собак, должен ли выгул и в целом полное содержание. А вот забрать собак силы у хозяина никто не может, разве что через суд. И для этого нужно, чтобы кто-то обратился в ветнадзор. Когда специалисты зафиксируют ненадлежащее содержание животных, тогда владелец пушистых может получить административное наказание. Но плохие условия жизни маламутов еще нужно доказать. Ведущий седьмого канала Алексей Кован достиг дна, а затем оттолкнулся от него и выплыл. Такое погружение он совершил в самом глубоководном бассейне России без какого-либо снаряжения и помощи инструктора. Алексей не первый год занимается фридайвингом, однако такую глубину 30 метров брасом и без ласт взял впервые. Это можно сравнивать с высотой десятиэтажного здания. Для полного погружения в темную шахту ведущему пришлось задержать дыхание на полторы минуты, ориентируясь только на собственные ощущения и навыки. Такое хобби требует огромной подготовки, зато эмоции незабываемые. Особенность фридайвинга в том, чтобы расслабиться и на самом деле когда идешь на глубину, зачастую все лишние мысли уходят. И там, на глубине ты никакой паники не испытываешь. Полторы минутки занимало мое погружение. Я на 30 секунд дольше это делал, потому что была еще небольшая статика, на дне. Я там опустился и сел в позу лотоса, хотел красивые кадры. Не до конца их получилось снять, потому что там было довольно темно и прожектора не хватило. И это погружение лишь одно из многих спортивных достижений нашего ведущего. Мы рассказывали, что он занимается серфингом, флайбордом, прыжками в воду с большой высоты и даже делает трюки с воздухи на мотоцикле. И приучает к этому своих маленьких детей Акселя и Саву. Старший ребенок уже с двух лет уверенно стоит на лыжах и покоряет морские просторы, а младший практически с первых дней жизни занимается плаванием и путешествует во всем равняясь на своих активных родителей. И теперь информация о погоде. В четверг, 14 ноября в Красноярске облачно возможен снег. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ночью 14 градусов холода, днем до минус 7. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайберы ватсап номер 8 391 2 900 333, а также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами был Андрей Носков.